Геннадий Головкин все-таки подсидел Тимура Кулебаева и стал новым президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана. Слухи о том, что боксер может занять место зятя Нурсултана Назарбаева, ходили давно. Некоторые наши депутаты открыто призывали очистить спортивную сферу страны от элиты Старого Казахстана и требовали убрать из Национального Олимпийского комитета Кулебаева. И вот сегодня в Астане прошло заседание внеочередной ассамблеи НОК, где бывшего чемпиона мира по боксу Головкина избрали главой организации. Прежний глава Тимур Кулебаев занимал эту должность целых 9 лет с сентября 2015 года. Правда, новая команда Головкина состоит в том числе из представителей Старого Казахстана. Оскар Мамин переизбран вице-президентом по зимним видам спорта. Даниара Булгазин — это вице-президент по летним видам спорта. Андрей Крюков по вопросам международного сотрудничества. Ну и боксер Серик Сапиев, который тоже ушел в чиновники, будет курировать паралимпийские виды спорта. Новый глава НОКа Геннадий Головкин пообещал внести вклад в развитие казахстанского спорта. Это, конечно, понятно, и мы ему очень уверены, но что будут такие старания. Правда, вопрос, как он это будет делать из Соединенных Штатов, во-первых, где последние годы он обосновался. Хватит ли у него возможностей и сил противостоять мощной коррупционной системе, которая существовала 30 лет. Учитывая, опять же, что в команде Головкина тоже в основном игроки этой самой старой системы, которые, большой вопрос, захотят ли играть по новым правилам. И вот есть еще информация к коррумпированности системы спорта. В Казахстане за первые шесть месяцев 2023 года завели 21 дело, связанное с крупными хищениями в сфере спорта и физической культуры. Общая сумма ущерба составляет больше 269 миллионов тенге. Это на фоне того, что еще была история с одноразовой формой, так ее прозвали сами спортсмены, участники азиатских игр, когда форма была настолько некачественной, что расходилась по швам. И об этом наши спортсмены записывали ролики, за что схлопотали много хейта стороннего. Зато потом все-таки это все подтвердилось, и по этому факту даже завели уголовное дело. Вот. О каких-то других историях, о других кейсах сейчас попробуем поговорить с Дидаром Смогуловым. Это исполнительный директор фонда Адель Декжоле. Что думает он на этот счет? Расскажите мне, что у нас с подключением с нашим спикером. Так, Дидар, уже вижу на связи, настраивается звук. Спасибо огромное, что вы нашли минуту. Знаю, что у вас сегодня был очень плотный график. Да, и вот мы, узнав о новости, о том, что Головкин стал новым президентом НОКО, эта вот новость появилась только после обеда, да, ближе даже к вечеру стало об этом, ясно и СМИ об этом написали, и вот мы как-то соорудили все это вот в этот разговор. Дидар, как меня слышно? Скажите, пожалуйста. Все, и видно, и слышно, кажется. Да, ну давайте начнем. Дидар, ну вот, вот эта вот новость пришла и из столицы, и спорт часто критикуют, да, говорят о тотальной коррупции в этой сфере. Какие громкие кейсы коррупционные в казахстанском спорте вы помните вот за последнее время? Я тут, правда, уже на опережение сработала, несколько назвала вот про форму. Какие еще такие громкие скандалы были? Конечно, нельзя обойти скандалы, которые касаются футбола. Это тоже олимпийский вид спорта и один из самых финансируемых в нашей стране. На них из бюджета в каждой области выделяется порядка 2-3 миллиардов тенге ежегодно. Помимо бюджетных средств, в спорт, в этот футбол вливаются средства сам рук казаны, различных благотворительных фондов. Местные исполнительные органы изискивают средства из частных источников, поэтому нельзя не отметить коррупционные скандалы в футбольной теме. К примеру, мы выявили, что в период пандемии Костанайский футбольный клуб «Табол» организовывал участие в различных соревнованиях, подготовке к соревнованиям. То есть, когда был карантин, они умудрились сотни миллионов тенге освоить. Также одна из наиболее распространённых коррупционных схем в спорте — это финансирование эффективных учёно-тренировочных сборов за границей. То есть, когда выделяются огромные средства командировочные, приписываются люди, которые выезжают за границу, начисляются огромные средства, и всё это, конечно, тяжело проконтролировать. А люди никуда в итоге не выезжают, да? Вот какие-то последние истории? Да, частично выезжают, частично бывает не выезжают. То есть, во время пандемии очень много было таких кейсов, когда придумывали соревнования, на эти соревнования выделяли деньги как на подготовку, так и на участие. То есть, команды якобы полностью выезжали, участвовали, и, соответственно, деньги эти все похищались. Ну, это выявленные факты, да? То есть, это истории, которые раскрыты были и там наказали тех, кто вот это вот всё украл? Я это говорю о фактах, с которыми непосредственно работали мы, как общественная организация. Мы были заявителями, по которым сейчас идёт следствие. Ну, и, как вы отметили сами, форма — это огромная статья расходов. Под видом отечественного производства закупаются сотни тысяч единиц контрабанды ужасного качества. Взять, к примеру, прошлую Азиаду, да, сколько было скандалов, когда форма рассыпалась, когда кроссовки дрявились от обычной носки. Причём это, чтобы вы понимали, это не та обувь, в которой спортсмены участвуют в различных дисциплинах, там бегают, прыгают. Для этой обуви она покупается отдельно, используются серьёзные бренды. А речь идёт о форме, которую носят максимум неделю, ну, две недели. То есть, там, в Олимпийской деревне выходят на парады, посещают пресс-конференции. То есть, это та одежда, которая практически нагрузке не подвергается. Там её недели-две поносят, и даже она этой носки не выдерживает. То есть, чтобы вы понимали абсурдность ситуации. Хотя выделяются десятки миллиардов тенге ежегодно на содержание, там, дирекции спорта, управлении спорта в регионах. Также... Ну, вот эту форму 145 миллионов было выделено, например. Это только на одно соревнование, на Азиаду. Да, да, вот только на эту форму. Да, вы ещё хотели какие-то случаи привести? Да, закуп инвентаря. То есть, очень часто профессиональные спортсмены закупают спортивные менеджеры спонсоров. И нечистую на руку менеджеры спортивные закупают их через бюджет. И такое получается двойное финансирование. Фактически это оборудование имеется по факту, но его покупали спонсоры, частные средства. А то, что якобы проходилось через бюджет, оно просто отмывается. И сейчас у всех, у нас, у казахстанцев, да, большие ожидания в связи с назначением нашего чемпиона Геннадия Головкина на должность председателя НОК. Но хочу сказать, что суперчих надежд питать не надо, потому что все коррупционные риски, они заложены в нормативно-правовых актах, в правилах закупок, в правилах финансирования спорта. То есть с позиции председателя НОК все проблемы решить невозможно. Конечно, с этой позиции можно инициировать изменения законов, но по большому счету особо влияние на процессы, которые ежедневные финансирования, учебно-тренировочные сборы, порядок формирования команд, работа с агентами, агентские выплаты — это отдельная тема коррупции в футболе. То есть здесь очень много моментов, на которые НОК напрямую не влияет, поэтому это, наверное, больше политическая позиция. Но все равно мы питаем надежду большую, что то, что видел Гена, будучи любителем и профессионалом, те несправедливости, я думаю, он на них глаза закрывать не будет, тем более он и сам сталкивался с несправедливостью судейства. Здесь я хочу отметить, что коррупция в спорте — это проблема не только Казахстана, она глобальная, мировая. Даже суперразвитые страны с этим сталкиваются, и этому прямое доказательство коррупционные скандалы FIFA, то есть международные организации топовые футбольные, тоже подвергнуты этой болезни. Либо возьмём АИБУ, то есть бокс. Даже доходит до того, что планируют бокс исключить из олимпийской программы, потому что достаточно коррумпированный вид спорта. То есть, чтобы вы понимали, эта отрасль, она наиболее подвержена коррупции во всём мире, особенно у нас в Казахстане. Поэтому я думаю, в первую очередь акцент нужно делать именно на исключение коррупционных рисков в спорте. И скандалы связаны не только с формой, с тренировками, соревнованиями. Часто профессионалы, любители, точнее боксёры, выступают с открытыми обращениями. Уже было буквально в течение года 2-3 обращения было, когда признавалось, что система отбора в сборную, система продвижения по, скажем так, карьерной лестнице в боксе, она тоже коррумпирована. Кто-то обвиняет, что одни тренера продвигают одних любимчиков, другие своих любимчиков, выходцев, условно, карагандинской школы бокса либо тяжёлой атлетики южной регионы страны. То есть это о чём говорит? О том, что процессы непрозрачные, субъективные, и на них можно оказать влияние, может оказать влияние человеческий фактор. А это огромный коррупционный риск. Да, но вот из всего этого можно как будто бы сделать вывод, что как будто бы вот эта вот должность председателя НОК ни на что особо не влияет, она такая номинальная больше, и Головкин как будто бы там будет для красоты сидеть. А вот всё-таки его функционал в чём будет заключаться и какого эффекта и эффективности мы от него ждём? Ну, повторюсь, что в первую очередь необходимо пересмотреть процедуры, которые есть... По распределению денег. По распределению денег, по финансированию федерации. То есть здесь достаточно субъективная, непрозрачная система распределения этих средств. Всё, что нужно сделать, это повысить её прозрачность и публичность принимаемых решений. И тогда, я думаю, это... То есть в этом и заключается в том числе задача главы Национального олимпийского комитета? Это одна из основных функций, которая позволит ему эффективно осуществлять развитие спорта в стране, чтобы наилучшие отбирались, сильнейшие команды проходили дальше, и сборная формировалась из самых достойных ребят. Да, ну и, например, вот куда потратили деньги 145 миллионов на форму, да, правильно? Качество этой формы. Все ли деньги пошли на то, а не на другое, а не в карман? Это ведь тоже вот момент контроля? Прямого функционала закупа, контроля закупок у ног нету, но они имеют возможность влиять на политическую сторону аспекта, то есть заявлять свои претензии, говорить о низком качестве, слушать спортсменов. То есть достаточно просто слушать спортсменов, чтобы они не в Facebook в прямом эфире жалобы свои давали, а уполномоченным органам. И чтобы уполномоченные органы принимали соответствующее решение. Но много чего на плечи всё-таки возлагается Головкина. И вот скажите, при нынешней вот такой вот уже устоявшейся за 30 лет коррупционной схеме, сможет ли Головкин ей противостоять? Хватит ли ему сил и вдохновения? Я думаю, сомневаться в количестве сил Геннадия Геннадьевича Головкина мы не будем, потому что мы знаем, какой у него опыт. Но тут ринг другого уровня. Здесь нужно будет точно так же работать своим джебом, в нокаут отправлять нерадивых чиновников, коррупционные риски, которые есть в спорте. Я думаю, если ему дадут стопроцентную свободу, карт-бланш и полностью бразды правления, потому что сейчас среди экспертного сообщества бытует мнение, что, возможно, эта фигура номинальная, и за ним кто-то будет стоять и им руководить. Поэтому если это будет полностью карт-бланш нашего чемпиона, я думаю, у него всё получится. Мы, как экспертное сообщество, которое работает с коррупционными рисками, поможем в этом, покажем. Тем более буквально на днях, может быть, через неделю, выйдет большой внешний анализ коррупционных рисков, который проводил Агентство противодействия коррупции в отрасли спорта. И там очень много отраслей затронуто. Очень такой серьёзный документ получился. Много причин и условий совершения коррупции в спорте выявлено. И как раз-таки этот документ может стать основой для того, чтобы что-то поменять в лучшую сторону. Это вот вы отработали, да, какие-то новые факты? Это Агентство противодействия коррупции по всей стране проводило. Мы в качестве эксперта выступали. Мы вот кейсы, которые я сейчас озвучил, их передавали. То есть, чтобы изменить процедуры в спорте. Поэтому возможность, большую работу антикор провёл, и возможность сейчас эти рекомендации исполнить и изменить в лучшую сторону, она есть. Точнее, будет буквально через пару недель. Вот так мы ещё и антикор прорекламировали. Дидар, спасибо огромное, спасибо. И давайте посмотрим, да, что у вас там есть и вместе с антикором накопилось. Что вы там отработали, тоже нам интересно. Будем держать связь. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Напомню, что с нами был Дидар Смогулов, исполнительный директор фонда Адельдекжола. Ну и мы идём дальше. У нас есть ещё одна тема, даже две. Перейдём к трагедии в Каргандинской области, где в частном доме в пожаре погибли сразу четверо детей. Старшему было всего 4 года, и в момент возгорания дома они были одни. Из информации, что поступает из других СМИ, известно, что родители якобы были где-то у соседей. В общем, из огня дети выбраться не смогли, пожарные достали уже тела малышей. Вот эта история один в один напоминает трагедию сёстрами Ситтер, которые тоже погибли в пожаре в 2019 году. Ещё один подобный случай произошёл в городе Айагозе в прошлом году. В трёх этих трагедиях были похожие обстоятельства. Запертые в доме малолетние дети, родители, которые уходили то ли на работу, то ли по другим делам. Ну и ещё один объединяющий фактор — это печное отопление или нарушение эксплуатации газа. И вот как раз из-за неисправности печки в Алматинской области ещё один случай. Угарным газом отравилась женщина и две её дочери. Их с частью удалось спасти, они попали с отравлением в больницу. Но проблему эти случаи только обостряют. И как это решить? Почему одним махом в стране не могут газифицировать весь частный сектор, о котором вот столько лет уже говорят? Кто занимается проверкой этих печек и газового оборудования, которое тоже многие устанавливают, как попало там? Самодельное оборудование бывает. Об этом всё мы сейчас поговорим с управляющим директором ТО Кукшитау Трансгаз Батыром Ашировым. Батыр, добрый вечер. Как слышно? Добрый вечер. Да, здравствуйте, спасибо. Ну вот давайте сразу к вопросу. Понятно, он такой дилетантский. Я уже его озвучила. Почему, по-вашему, не могут газифицировать все негазифицированные объекты в стране? В этом же многие эксперты видят проблемы, решение проблемы. Люди топят печками, погибают в пожаре или от отравления угарным газом. Казалось бы, там проценты негазифицированных объектов, как дают в отчётах чиновники в Алмате, около 1-3%. Как будто бы это немного, и будто можно это какой-то одной большой программой всё это решить. Почему так не получается? Ну, во-первых, что касается ответов по поводу 1-3% негазифицированности той же Алматинской области, это однозначно недостеревно. По Алматы можно тоже, хотя Алматы у нас уже более 50 лет как газифицированный населённый пункт. Со слов нынешнего министра энергетики Алмас Адама Садкалеева, который буквально недавно заявил, что Казахстан газифицирован на 61% от общего количества жителей в нашей республике, и прогнозирует сам министр энергетики, то есть руководитель органов в сфере углеводородов, что к 2030 году они достигнут показателя в 65%. Я думаю, довольно-таки медленные темпы по газификации страны, о которой говорят многие страны мира, что мы входим в число 15 стран, имеющих по запасам газа. Почему так долго? Это сильно дорого, что ли? Нет, это просто сам подход. Естественно, вот здесь бы можно было обратно же вернуться к тому же Дидару Смагулу, который занимался данным вопросом. Сейчас, что касается отсутствия контроля, тотального контроля в сфере обеспечения безопасности, газоснабжения и обеспечения контрольно-надзорных функций, который после указа президента Республики Казахстан вынесено в августе 2014 года, переспределение функций центральных исполнительных органов местным исполнительным органам. Теперь, чтобы вы понимали, на сегодняшний день службы МЧС не могут контролировать, осуществлять надзорно-контрольные функции именно систем газоснабжения того же печного отопления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данные функции переданы в ведение местных исполнительных органов. Это вот вы про обход домов, да, Батыр? Чтобы было понятно. Вот этот контроль — это обычный обход специалистов, которые хотя бы проверяют, безопасно ли всё это установлено и нет ли риска угореть. Не только в этом. Вот, условно говоря, ваш сосед... Вы же не можете знать, допустим, или вы на себя же не напишете заявление, правильно? Ну, вы видите, что у соседа с печки выходит дым, там маленькие дети печку топят. То есть, условно говоря, вы раньше имели возможность об этом позвонить в пожарную часть, и сотрудники МЧС могли выехать и отреагировать на сообщения, обращения о том, что маленькие дети эксплуатируют печное топливо, то оборудование, то же газовое оборудование, газобаллонное оборудование. Сейчас они не могут это выходит за их компетенцию. Почему? Потому что это возложено сейчас только на жилищную инспекцию, отделы и управления ЖКХ, городов, районов, столиц наших областных центров. А эти органы, в свою очередь, не обеспечены штатом тех же самых газовых инспекторов. Где у нас сейчас газовая техническая инспекция? В Алмате она работает? Сколько по городу Алматы в каждом районе в отделах жилищной инспекции зарегистрировано и действуют специалисты в газотехнической инспекции, которые ходят, осуществляют подготовку предотопительным сезонам, что работает, как работает. Согласно требованиям статьи 28 закона о газе и газоснабжении, запрещено хранение и использование газовых баллонов в домах этажностью более двух этажей. Ну, то есть, если сосед видит, что живут в пятиэтажном доме и сосед несет в подъезд баллон, раньше, если бы он позвонил, допустим, ту же пожарную часть в МЧС, приехали бы сотрудники, составили акт, протокол и привлекли бы к административной ответственности, разъяснили. На первый раз, возможно, бы ограничились предупреждением. Ну, это по заявке, вы говорите, по заявке, да? Да, сейчас вы куда эту заявку делаете? Вот, условно говоря, в Кокшетау третья часть города пользуется баллонами. Жители заявляют об этом в Акимат, Акимат бездействует. Почему? Потому что нету специалистов. Нету. Ну, это уже не говоря о регулярной, что на регулярной основе это тоже работа должна вестись, какой-то обход. Она не должна, она предусмотрена требованием законодательства законодательства. Статья 306 Кодекса Республики Казахстана о административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение использования газотехнического оборудования. И она возлагается, согласно статье 729 того же КОАПа, её рассматривают только исключительно специалисты местных исполнительных органов. И получается, что у нас отсутствует вот эта функция, прокуратура тоже не может ничего сделать. Почему? Надо призывать, надо пояснять, надо в первую очередь задаться вопросом, а сколько у нас в стране газотехнических инспекторов? Сколько у нас вообще людей обслуживают наше 20-миллионное население? Говорим о тех же регионах, которые газифицированы природным газом, и те регионы, в которых нету природного газа, централизованного безопасного газоснабжения, которые пользуются печным топливом, газовыми баллонами, газбольдерами, ямкостным газом и всем прочим. Те же угольные котельные, это же всё должно контролироваться, оно должно соответствовать требованиям. Более того, то, что у нас сейчас осталось вне доработки законодательства Республики Казахстан, у нас ещё дальше, теперь сотрудники Промбеза хотят отказаться от контроля, то есть согласования проектов размещения опасных технических устройств, опасных технических объектов, тех же самых заправочных станций, что опять же вызовет коррупционные риски, вызовет очень плачевные последствия техногенного характера. То есть не будет контроля по поводу того, где эти заправки ставить и строить, что ли? Совершенно верно, совершенно верно. То есть во дворе жилого какого-то массива? Обратите внимание, обратите внимание на то, какие законодательные базы, какие законодательные акты обязывают кого и как осуществлять контрольно-надзорные функции за соблюдением безопасности. То есть сотрудники МЧС, они могут составить акт, возбудить дело только после самого происшествия. Предупредить его, это не входит в их компетенцию. И эту функцию у них забрали и передали в Акимат. Акиматы говорят о том, что у нас нет людей, у нас нет штата, нам не распределен штат. Условно говоря, сейчас вот буквально недавно я разговаривал с руководителем отдела жилищной инспекции города Кокштау, Дулатом Жахиным, он говорит, у меня по штату один газовый инспектор. И его нету. По штату один. Как один человек может обслуживать город с количеством жителей более 160 тысяч человек? Вот объясните вот это мне. Я никак это не могу понять. Ну, есть подозрение, что вот и результат получаемый. Да, еще один момент вот в этих трагичных случаях я хотела с вами обсудить. Вы заметили, что вот эти вот все трагедии часто касаются многодетных семей, семей с низким финансовым положением. Как вы считаете, вот здесь ответственность государства есть какая и как все это связано? Ну, вот как правило, это печное отопление, дома или какие-то там пристройки, ну, то есть и многодетные семьи. Дети оставлены одни, родители вынуждены работать. Вот это вот как связано тоже? И что сделать? Как нужно здесь решать вопрос? В первую очередь связано с тем, что мы наблюдаем трагедию именно в тех населенных пунктах, где имеется централизованное газоснабжение. Но проблема в том, что оно сейчас многим не по карману, отсутствуют программы. Почему же та огромная компания, национальная компания, как-то «Казахгаз», «Казмоногаз» какой-то вот не разработает кейс по предоставлению помощи, социально-адресной помощи не в плане там предоставления тех же денежных средств. Этот момент у нас в помощи есть, социально-адресная помощь. А именно помощь в проведении вот этого, того же газификации, водопровод, именно для таких слоёв населения, как малоимущие. В подводе, потому что официально как будто бы программа выполняется по газификации, ведь магистраль в посёлок заводят. И формально газ в посёлке есть, так ведь? Но некоторые просто не могут подвести его. Почему? Потому что сейчас данный вопрос уже закончен, завершён. У нас есть антимонопольный орган, агентство по защите и развитию конкуренции, которое полагает, что предложить, допустим, ту же услугу подключения, условно говоря, вашего дома, централизованному газоснабжению. То есть до этого была определённая компания, которая выигрывала какой-то тендер и условно выставляла услуги свои за сумму не менее чем 500 тысяч тенге за подключение. Где можно было бы обойтись, но я не думаю, что там настолько вот это дорого. Мы как компания ТО «Трансгаз», мы проводим газоснабжение в городе за свой счёт, абсолютно газифицируем дома, пятиэтажные, девятиэтажные дома, восстанавливаем утраченное газоснабжение за свой счёт, инвестировав в данный город более 2 миллиардов тенге. Конечно, мы готовы рассмотреть кейс по подключению тех же малоимущих за какой-то, допустим, можно сказать, за свой счёт где-то социальную ответственность бизнеса перед населением. Но так как на сегодняшний день до нас ещё не дошёл природный газ, мы строим газоснабжение, то есть централизованное газоснабжение посредством подачи жиженного нефтяного газа в квартиры. Но тот вопрос, который вы говорите о тех малоимущих, я думаю, здесь необходимо прямо на правительственном уровне поднять этот вопрос. В первую очередь, конечно, социально-коммунальная сфера жизнедеятельности населения. И таких слоёв населения, как многодетные, малоимущие семьи, которые повышают демографию. И никто не знает, что эти дети завтра, возможно, будут управлять страной. А что они получили в детстве? Печки? Которые приводят к трагедии. Да, да. Рядом с этими печками выжить бы ещё. Батер, спасибо, что были с нами. Спасибо, что уделили время. Да, я напомню, что с нами на связи был управляющий директор ТО Кокшетау «Трансгаз» Батер Аширов. Всего доброго. Давайте будем на связи. Да, есть что ещё обсудить в будущем. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, что holds cumple projects. Удачи субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok